Сейчас я вам расскажу, как меня попросили поприветствовать моих подписчиков. Неожиданно и исключительно для подписчиков, прямо сейчас начинается сенсационное цыганское гадание. Представляю вам потрясающий и волшебный расклад на картах Таро, который однозначно необходим каждому. Этот отличный и усовершенствованный метод поможет вам получить удивительные и инсайдерские рекомендации. Ну и как вам? Хотели бы вы такое слушать в самом начале? Мы начинаем с вами гадание. Сегодня у нас гадание на Таро Ворон. У нас будет с вами три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. Значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, мои дорогие, давайте узнаем, что было, что будет, чем дело кончится, чем сердце успокоится. Цыганское гадание. Цыганский расклад. Очень многие любят у меня на канале этот цыганский расклад. Что было, что будет, чем дело кончится, чем сердце успокоится. Ай-не-не-не-не. Первая карта покажет, кто вы сейчас, в каком аркане вы живете. Значит, выкладываем три карты, три позиции. И наши духи. Значит, тут у нас Versace Yellow Diamond. Вторая, значит, позиция Versace Bright Crystal. И третья позиция Versace Dillon. И что-то тут еще. Туркуозе. Ну, может, я не так. Туркус. Я не знаю, как произносится. Все языки смешались давно в моей голове, бедной. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Что было, что будет, чем дело кончится, чем сердце успокоится. И первая карта, это вы, да, сегодня. Желтый флакончик. И вы у нас кто? Кто? Давай. Давай. Восьмерка Пентакли. Ну, очень хорошая карта показывает, что вы в таком ресурсном рабочем состоянии сегодня находитесь. Хотя вот сегодня на самом деле не совсем такой ресурсно-рабочий день, да. Но у вас как раз-таки вот, как сказать, состояние на фоксе, да. То есть человек всегда готов. Вообще карта показывает и мастерство ваше какое-то, умение работать, умение, может быть, как-то зарабатывать. Хотели дисциплинировать хотя бы себя. Вы сосредоточены. Вы хотите заработать денег и довести свою, может быть, какую-то работу или бизнес до совершенства. Внутри постоянно идёт такое побуждение. Я хочу, я делаю, я стараюсь, я могу. То есть вот об этом у вас сейчас все мысли, да, и все какие-то душевные порывы. Также карта может показывать и работу над отношениями, и над своей жизнью, над телом, иногда над здоровьем. Кто над чем работает реально. Но в любом случае карта такая прям сосредоточенная, ресурсная, классная, энергетически уравновешенная, спокойная, но в то же время заряженная. Мне нравится ваше состояние сегодня, потому что если человек сосредоточен на работе, что-то делает, у него реально уменьшит стресса, потому что когда мы начинаем беспокоиться, мы расхлябываемся. Когда мы сосредотачиваемся и делаем, 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 знаем, что нам делать, да. Мы собираемся, у нас всё хорошо, у нас всё нормально. Вот у любого человека. И для любого человека эта карта очень хорошая. Реально очень хорошая. Давайте посмотрим, что у вас было. Что же было? Ой, десятка жезлов. Раньше вы на себя прям очень много чего брали, да. Прям еле несли свою ношу. Тяжёлая судьба, тяжёлая доля. Вот. Причём за всех как-то работали, не только за себя. И вообще чужие обязанности на себя как-то перенимали, брали. И как вообще это всё донести, вы не знали. И вообще, знаете, как оказалось? Судьба у меня тяжёлая, тяжёлая. Да, вот вы, ой, какая тяжёлая судьба. Ой, не знаю, как я с этой судьбой справлюсь. И вообще вылезу я из этого когда-то или нет. То есть прям периодически накатывало, может быть, и отчаяние. Но вы такой упёртый человек. Вы всё равно старались нести вот эту свою ношу до конца. И причём это вас очень дисциплинировало сейчас, да. И вы как-то вот подсобрались. Но вам всё время хотелось, чтобы вас наградили на самом деле. То есть вы вот так на себя за всех много брали, да, старались. Просто у вас синдром отличника, скорее всего. И вы очень хотели, чтобы люди хоть как-то признали ваши заслуги, наградили вас. Иногда такая вот награда этих усилий не стоит. Потому что человек сильный, мощный, а другие, может быть, гораздо слабее, да. И он не понимает, насколько, вот как рассчитывать эту силу. Насколько он по сравнению с ними сильный, да. И он начинает на себя грести вот эта ответственность. У него гиперответственность. Сидром отличника — это когда ты слишком ответственный, и всё хочешь делать только на пятёрку, понимаете. Это сложно вот пережить, переварить в себе и отпустить. Особенно когда с тебя требовали в школе, в детстве, там ещё где-то. Родители или там учителя, да. Когда буквально там из-под палки сначала всё было. Да и есть дети вообще, которые сразу, казалось бы, я сразу ответственный, да. Я там увидел страдание человечества, я сразу родился стариком, да. Так, ну маг. Маг показывает, что вы всегда всё умели, старались уметь. То есть старались делать всё действительно очень хорошо. Вы могли исполнять желания, но пока не свои. Вот честно. Ну вот маг, он умеет исполнять желания, он волшебник. Но вы волшебник не для себя. Рядом десятка жезлов, то есть для кого-то, понимаете. И когда ты для кого-то исполняешь желания, но не для себя, начинаешь делать выводы. А что, я себя не люблю, что ли? Почему для себя ничего не делаю? Почему для других? Вот я помню, у меня даже такое состояние было когда-то. Вот и у многих матерей такое, что ребёнку отдать вкусное, а сам сидишь. Потом думаю, вот и начали это даже обсуждать все, да, и в социальных сетях, когда появились социальные сети. Ой, ну это же ненормально, как всё время детям всё отдавать. А сам-то ты тоже себя люби, там, скушай, да. И вот могла уже потом съесть там что-то и так далее. И вот тоже был этот синдром отличника. И я понимала, да, что я могу исполнять кучу желаний. Но не своих, никогда не своих. То есть одежду себе там, ну, не хотелось покупать даже. Вот зато кому-нибудь, вот кому-нибудь бы купить, да. Вот такое вот есть у многих людей. Хорошо, что будет? Что было, мы поняли про вас, да, что будет? Ну, колесница. Колесница – это какой-то вот в жизни прорыв, победа. Это не только дорога, это не только поездка. Там, да, вот как многие говорят, ой, поездка будет. Ну да, может и быть, и будет, конечно. Но всё же на этой карте кто-то только что кого-то победил и взмывает в небо лавровый венок и такое счастье, окрылённость. Я победил. То есть там где-то поверженный внизу противник, да, а я победил. И вот, как говорится, все мне аплодируйте. И действительно аплодируют. То есть, понимаете, впереди победа. Но какая победа? Вы, скорее всего, займёте какое-то руководящее место в будущем. Может быть, просто станете где-то в чём-то главными, да. Но карта не исключает, конечно, дороги, переезды, поездки, глобального переезда даже иногда. То есть не просто из дома в дом. Иногда в другую страну люди улетают, уезжают. Вот, да и сейчас-то тем более, да. Но в жизни это прорыв в любом случае. То есть и переезд иногда — это настоящая победа. Или поездка, да, куда-то иногда — это настоящая победа. Ну и дальше у нас иерафант. Вы будете в будущем очень уважаемым человеком, реально. То есть тем, кто действительно постарался завоевать авторитет в обществе. Но даже не просто условно завоевать, нет. А скорее, как сказать, заслужить. Ну то есть у вас будет какая-то определённая жизненная позиция, на которую другие будут равняться, советоваться с вами, вас поставят действительно уже вот сочетание этих карт точно на какое-то руководящее место. Либо вы будете хозяином бизнеса или хозяйкой, или хотя бы главой семьи. Ну или рядом с главой, если вы женщина. Но вас не меньше, чем главу семьи будут воспринимать, уважать, да. И к вам все идут за советом. То есть вы уже, в принципе, сосредоточены будете на том, что что-то делать не ради денег, а ради самого этого дела и веры в это. Вот именно во что-то конкретное вы будете верить. Ну и это такая очень прочная жизненная позиция. Очень часто показывают очень крепкий брак. То есть когда семейное положение действительно устаканено полностью, и ты в этом семейном положении нисколько не сомневаешься. Ну и также, допустим, бизнес-работа, да, ну вот ты не сомневаешься в своем положении, вот где ты сидишь и что ты делаешь. То есть ты крепко там сидишь, вот заседаешь. Может, вы в политику подойдитесь, потому что, ну, очень часто эти карты показывают кого-то вот, ого-го, политик, директор, начальник, хозяин там, да. Ладно, или хозяйка. Ну, женщины занимают сейчас такое же место, как мужчины. Хорошо, чем дело кончится? Чем же дело кончится у нас? Тройка кубков, прелесть, карта вообще. Опять же, смотрите, у вас этот лавровый венок сопровождает уже второй раз. Вот на картах прям мелькает, да, такой хороший весь. Карта очень хорошая. Говорит, во-первых, чем дело кончится? Радостью и праздником, да. Веселитесь, вот оно изобилие. Вот, кушайте, пейте. Вот прям такое. Много вокруг хороших людей. Может быть, даже новых людей, но хороших, которые действительно за вас. И исполнение некоторых желаний, особенно в вопросах изобилия и отношений. Карта вообще счастливая. Она такой, как талисманчик, да. И рядом у нас еще и девятка кубков. Карта, реально исполняющая желания. Вот эту карту воспринимают, как джинны из бутылки. Загадайте прямо сейчас желание свое заветное какое-то. Оно обязательно исполнится. Карта приносит удачу. Так же, как и тройка кубков, они вместе легли. Значит, дело кончится исполнением действительно ваших желаний, вашей мечты какой-то глобальной. И, соответственно, в жизни будет зона комфорта, будет все хорошо. И энергия изобилия, то есть она уже точно здесь полностью наполнила вашу жизнь. То есть вам будет спокойно житься в будущем, изобильно и спокойно. Вот прям этим дело кончится. Ну, то есть вы прикроете текущие задачи именно этим. Чем сердце успокоится. Сердце-то наше очень важно, да. А вот тут император. Для мужчины, конечно же, это ваше кресло, как управляющие. Король кубков. Но это точно уже вот для мужчины, даже мужчины, сердце успокоится. Но не в плане отношений, конечно, а в плане, ну, какой-то рядом человек, поддерживающий вас. Ну, допустим, вы начальник, он заместитель, да. Или вы там какой-то специалист, он помощник. Или еще как там. Или сын, да. Сын иногда поддерживает отца. Отец сына. То есть вот так. И знаете, как еще? У вас-то вот это вот самое управляющее место, да. Оно тут прям видно. Для женщины, ну, вот, либо рядом у нее двое мужчин, очень важных для нее, да. Допустим, муж и сын, или еще как-то. Либо это ее, вот, жизненная позиция очень высокая. Но все равно любимый человек рядом. То есть в любом случае сердце успокоится успехом любви, любимым человеком и очень устойчивым положением в личной жизни. Ну, такой ответ у нас получился по первой позиции. Очень мне понравилось. А мы идем с вами дальше, к позиции номер два. Цыганский расклад. Что было, что будет? Чем дело кончится? Чем сердце успокоится? Итак, наш розовый флакон и первая карта – это в каком аркане вы сейчас живете? Королева мечей. Такая строгенькая карта в каком-то смысле, потому что, с одной стороны, это собранность, это дисциплина и требования других, не только от себя. Я требую, я знаю, что я хочу, да. То есть вы на какой-то вот своей позиции прямо-таки уперлись. Я бы сказала, что-то доказали или доказываете. Прям доказали или доказываете свою правоту, да. И вообще, в принципе, вы правы. У вас очень сильная логика, здравый смысл. Вы своей логикой часто рубите собеседника, да, в разговоре. И попробуй переспорь. Попробуй, вот пока аргументы логически не приведешь, да, с доказательствами, ты меня не переспоришь. Вот у вас такая позиция в жизни. Для мужчины может быть важна очень какая-то женщина сейчас в жизни, да. Но она скорее какая-то строгая женщина или знака воздуха с асцендентом в воздухе. Но все-таки она какая-то правильная. Многие, кстати, воздушные знаки очень требуют правильности, особенно весы. Поэтому, да, вот она жесткая. Она жесткая, но она справедливая. Конечно, это очень уверенная в себе мудрая женщина. Для мужчины целое испытание, вам скажу. Она вас видит просто насквозь. Если вы женщина, то вы реально приняли, возможно, какое-то решение. Вы можете быть для многих наставником, учителем. Может быть, в принципе, учитель. И вы на все смотрите без предрассудков и без перехода на личность. Вот что я хотела сказать. То есть стараетесь абстрагироваться от личной симпатии или антипатии к человеку, когда вы о нем как-то рассуждаете в голове. Хорошая карта, твердая жизненная позиция, устойчивость. Ладно. Ну, часто одиночество показывают, конечно. Бывает такое. Вот часто королева мечи показывают одиноких людей. То есть это люди, кого-то либо потерявшие, либо, в принципе, одиноки по жизни. Но не всегда, не всегда. Итак, что было? Что было? Мужчина какой-то, король жезлов. Ага, пятерка пентаклей. Ну, вы знаете, карты показывают кармические взаимоотношения. Особенно для женщин у вас были конкретно отношения с испытаниями. Причем и с испытаниями в плане денег. И, в принципе, очень много и похожего между вами с этим человеком. Но параметры, когда у людей похожие, испытаний гораздо больше, чем когда объединяются противоположности. Потому что противоположности друг друга дополняют. Люди, похожие друг на друга, усиливают свои негативные качества. Вот у вас рядом был такой человек. Неважно, мужчина вы или женщина. Вот скорее даже так. Потому что, да, если вы мужчина, вы в прошлом были королем жезлов. Если вы женщина, рядом был король жезлов. Но рядом пятерка пентаклей, очень часто показывающая и нищету, и бедность, да, и нехватку денег, и кармические взаимоотношения одновременно. Поэтому с кем бы вы ни были, чтобы вы там в отношениях не выстраивали, у вас усиливались негативные качества друг друга из-за того, что это похожие негативные качества. Ну, допустим, двое бедняков поженились, усиливается негативное качество. Какое? Бедность, нехватка денег. Двое людей без образования поженились, усиливается негативное качество отсутствия образования. Двое людей сварливых поженились. Они теперь обсирают всех вокруг, и с ними никто не дружит. И так далее. Я не знаю, какие, нет, я не сказала, что то, что я перечислила, у вас было. Это может быть что угодно. Двое ревнивцев поженились, избили друг друга. Понимаете? Засадили друг друга дома, никто из них не выходит, потому что выйдешь и сразу изменяешь, да. Что угодно может быть. То есть усиливаются негативные качества одинаковых людей, похожих людей, им нельзя вместе жить. Но кому скажи нельзя, разве же послушают? Нет, конечно. И все испытания прошлого у вас были связаны с человеком, с которым вы были в отношениях. Особенно если не хватало денег, ресурсов, да, и вас никто не замечал. Ну то есть люди не хотели с вами общаться. Почему? Потому что вот вы объединились, товарищи мои дорогие. Вот возьми по свою противоположность. Ты, допустим, молчун, а он общительный, да. У вас будут друзья за счет него общительного. Вы оба болтуны, да. У вас будет очень много друзей. Вы оба молчуны, у вас не будет ни одного друга. Взять молчуна и болтуна, им обязательно нужно жить вместе. Тогда молчун не будет страдать от того, что у него нет друзей. Вот. Поэтому как ни крути, вам нужно сделать выводы из прошлой ситуации. Из прошлой жизни, из прошлой связи. Вот так. Хорошо. Будущее. Что будет? Что будет? Башня? Башня. Тут с мечей. Ну смотрите, вам что-то нужно в жизни поменять. Вот прям кардинально. Будет кардинальная перемена в жизни. Причем не факт, что вы ее будете гладко прям переносить. Это перемена, выход из зоны комфорта на 100%. И раз это выход из зоны комфорта, это нужно как-то перенести. Понимаете, башня — это для многих очень удобное укрытие. Вот почему мы вообще в жизни в своей выстраиваем башню? Это вот стены от внешнего мира. И когда мы видим башню, вот эту такую вот огромную, которая начинает рушиться, это значит, что вы там засиделись. Это значит, что вы создали для себя, по сути, некую эмоциональную тюрьму, из которой нужно выйти, но поменяв свою личность. Поменять свою личность — это вот на словах очень легко сказать. Ой, я поменяю свою личность. Попробуй. То есть нужно свою личность старую полностью переиначить, а новую личность создать. И, конечно, это очень всё серьёзно, это очень всё тяжело. Но вот представьте, что вы решили похудеть. Вам нужно буквально сломать свою личность, которая постоянно хочет жрать. Она постоянно хочет сладкого, эта личность. Она обжора, эта личность. И нужно что сделать? Ну, получается, нужно сломать все свои стереотипы. Нужно привыкать к голоду. Нужно постоянно испытывать дискомфорт. В башне есть этот дискомфорт, вот карта, да, где рушится ваша башня, как зона комфорта. И, соответственно, туз мечей показывает потом прорыв уже в жизни. Вот это принятое решение. Понимаете, башни бы не было. Прими вы сейчас решение, да. Вот выйти из своей зоны комфорта, выйти из этой башни самостоятельно, она бы не рухнула, в принципе. Зачем ей рушиться, если вы из неё вышли? И вам нужно подумать, в чём башня будет, в чём? Из какой зоны комфорта, создавшейся вами, где всё заплесневело, вы должны выйти? Где тухлый воздух? Вот вы королева мечей, у вас есть много воздуха, но он затух, он стал прокисшим, он стал углекислый газ. Вы в башне сидите в углекислом газе. Вам нужно что из неё? Выбежать, правильно? Иначе, чтобы выжить, вам придётся её разрушить, молния в неё ударит, и вы сами там вместе с этой башней куда-то полетите. Но лишь бы только вздохнуть. Понимаете, вот вам нужно оглядеться вокруг себя и понять, что вы такое надушнили, да. Где вы себе душность сделали так сильно? Где вы себя прижали-то? Вот, и всё. И у вас сразу же... Вы просто возьмёте, примите это решение и выходите. То есть, ну это сравнить, вот допустим, человек... Вот я всё время сравниваю с толстым человеком, да. Извиняюсь, те, кто лишний вес имеет, но я объясню. Многие люди страдают от лишнего веса. У них появляется диабет, повышенный гликемический индекс, все эти проблемы с гинекологией, с онкологией, с аутоиммунными заболеваниями, с самообвинением, с закрытием себя в доме, обжиранием, холестерином, сердцем, сосудами. Понимаете, когда-то человек может довести себя до очень плохого состояния, до болезни. Как не дойти до башни? Допустим, если башня — болезнь. Сейчас возьмись за себя, вот прямо сейчас, минуту, да. Никакой не будет башни, потому что ты взялся за себя. Ты страдаешь, но от другого. То есть пострадаешь ты в любом случае, потому что мы тут все на землю пришли чаще всего страдать. Но от чего? Ты примешь свои страдания сам, да? Или ты будешь страдать от чего-то, что стихийно образовалось в твоей жизни. И туз мечей — это вот ваше решение. Однажды взять, поставить точку, взять себя в руки. Допустим, это деструктивные отношения. Они вас разрушают, да? Вы должны взять и поставить в них точку. Раз и навсегда. Иначе они поставят точку в вас. Допустим, вас бьют каждый день. Поставьте точку, вызывайте полицию и уходите. Все, что угодно может быть, на что вас действительно уже давно подначивает. И не просто так эта башня падает, вот ее все боятся. Ой-ой-ой. Ну как ой-ой-ой? Ну ты же доводишь сам свою жизнь до этого. У вас уже есть по королеве мечей логика хорошая, здравый смысл, дисциплина. Включите все это, но чтобы устранить свою проблему. Может, вы слишком одиноки. Ваш выход из зоны комфорта — начать общаться с людьми. Может, вы живете не в той стране, где хотите. Ваш выход из зоны комфорта — переехать, продать все имущество и уехать в другую страну. Да, сложно, да, тяжело. Да, из-за этого люди ругаются и прям дерутся иногда, делая ремонт. Но что теперь делать? Понимаете? То есть вот так вот вышло. Чем дело кончится? Чем же дело кончится? Вышла карта пятерка мечей и вышла карта четверка жезлов. Видите, будет конфликт. Да, действительно, будет конфликт. Но этот конфликт был необходим. То есть принимаем решение завести этот конфликт сразу. А может, даже и ни с кем не спорить, и ни с кем не враждовать, да, а именно принять решение о переменах, изменениях. И всё, назревало это давно. Потом четверка жезлов. Всё прекрасно. Всё устаканилось, всё хорошо. Все живут комфортно, радостно, счастливо. И всё вот у них прекрасно на свете в своих жизни, да. То есть как этого добиться? Поставить точку, принять решение, выйти на этот конфликт, может быть, только самостоятельно. И вот у вас так и идёт. Чем дело кончится? Конфликт. Потом устаканивание и счастье в жизни. И причём даже взаимная любовь, чувства, хороший дом, да, там, хорошая работа. Всё хорошо. Чем сердце успокоится? Ну, восьмёрка жезлов. Активность, много энергии, прорыв в жизни. Десятка кубков, счастливая семья. То есть будет очень много потом хороших новостей, разговоров, знакомых, движения в жизни, да, прорыв. Вот я говорю, прорыв, энергия пошла. У вас сейчас застойная энергия. Очень застойная. Как её расшевелить? Башня. Как сделать так, чтобы человек перестал жить в одной и той же каждодневной ситуации, по кругу ходить? Всё, он берёт и всё рушит. Всё меняет, катается на американских горках. Потом прорыв. Сердце успокаивается тем, что вы находитесь даже в какой-то жизненной суете, но приятной для вас. Когда вы много общаетесь, у вас нет времени на негативные мысли в принципе. И десятка кубков. Ваши домашние счастливые, у вас хороший дом, семья, дети, если, да, и тоже счастливые. И всё хорошо, вы в прекрасном и рабочем коллективе находитесь. То есть ваша жизнь реально станет счастливой. Но перед этим нужно что-то менять. Я недавно зашла случайно на аккаунт вообще какой-то совершенно незнакомой женщины. Ну, что-то ткнула, видимо, там в Инстаграме. И она пишет, значит, пишет, что ей нужно после огромного перерыва, там, в три года, да, возвращаться и заниматься снова спортом, там, фигурой, там, и всё такое. И это всё через боль. Но она себя преодолевала. И вот ещё одна женщина, я на неё прям подписана в Инстаграм, она за один год из довольно такого, ну, прилично наетого тельца, да, пошла в спортзал и стала в итоге победительницей конкурса культуристок. Можете себе представить, за год накачала полностью фигуру. Мышца за мышцей, как говорится, вот она высокая, красивая, поджарая, худая. Шикарная девушка, шикарная. Девушка, причём за 30, да. И, ну, классно выглядит, ну, классно. Уже там ребёнок большой уже там, да, и всё. А девушка выглядит просто, там, на 23-4 года, ну, максимум 25. И, понимаете, человек может всегда себя взять в руки. Ну, то есть даже не в фигуре делаю, я просто примеры из фигуры привожу, да. Потому что самые такие яркие моменты, когда ты видишь, как преобразовался человек внешне. Поэтому я привожу такие яркие примеры. Но вы можете преобразовать ведь что угодно. Безденежье даже своё преодолеть. Что угодно, да, возьмись вы за это. Поэтому обратите внимание, смотрите, какие перспективы у вас, чем сердце успокоится, всё счастье, всё хорошо. Ну, вот такой ответ у вас по второй позиции. А мы идём с вами дальше, к позиции номер 3. Голубенький флакончик и цыганский расклад. Что было, что будет, чем дело кончится, чем сердце успокоится. Первая карта — это вы сегодня, король Пентакли. Хорошая карта. Изобильная, да, изобильная. Вы такой человек-хозяин или хозяйка. Ну, для женщины, да, здесь может быть важен очень какой-то мужчина. Хороший мужчина, добротный такой, в принципе, может зарабатывать деньги, привлекать ресурсы в свою жизнь, быть самостоятельным, ответственным за других даже человеком, семейным, настроенным на серьёзные отношения. Да, ну, хороший человек. Вот. Этот мужчина сейчас может быть важен в вашей жизни, поэтому вам выпадает на сегодняшнюю текущую ситуацию король Пентакли. Но вообще сама по себе карта, вот особенно для мужчин, показывает всё-таки какое-то высокое положение в обществе, уважаемый вы человек, человек, который может зарабатывать, который может быть начальником, хозяином, или стоять на какой-то вышестоящей, руководящей, или, как сказать, должности. Ну, и также иметь бизнес. Вот. Быть хозяином или хозяйкой в доме, распоряжаться именно правильно хозяйством и ресурсами, уметь распределять ресурсы между людьми и отвечать за близких. То есть вы можете беспокоиться о других и о близких, но вы в ресурсном состоянии, и вы спокойны. Вот карта, она показывает часто вот просто волшебное спокойствие. Она говорит о том, что человек уверен в себе, и человек может, вот реально ещё может, много чего сделать в жизни, полезного и хорошего. Вы реально полезны, вот как таблетка, я не знаю, какое-нибудь лекарство, да, или там травяной настой. То есть вы настолько полезны. И, конечно, вас нужно прописывать каждому. Хорошо. Давайте посмотрим, значит, что у вас было. Паш Пентаклий. Паш Пентаклий. Хорошая карта. И рыцарь Пентаклий. Ну, вы много работали, и у вас есть результаты в прошлом. Вы очень ответственный, но тихоходный человек. Много чему учились, и у вас появилось хорошее какое-то мастерство или как профессионализм, да. Карты показывают, что, ну, денежку, хоть какую среднюю, но вы всегда старались иметь. Вы такой человек, что денежка к денежке, земная энергия, материальная энергия, да, бережливый. Довольно можете даже быть экономный, не транжира, да. Но в прошлом рядом с вами мог быть подобный вам похожий человек. Но вот опять же здесь, я бы сказала, вы как-то усиливали больше хорошее качество друг друга, чем усиливали плохие качества друг друга. Вот так. То есть когда люди в такой, знаете, вот хороший рабочий тандем объединяются, то у них как-то вот могут быть прекрасные результаты. В чём-то вы могли быть не похожи, но вот именно в плане какой-то работящести, да, или, как сказать, работоспособности, и бережного, как, обращения с деньгами, да, вот вы были в чём-то похожи вот в этом. И опять же, коммуникабельность, умение спокойно разговаривать. В прошлом у вас всегда было, и вы налаживали контакты и связи. Карты также показывают в прошлом стабильную работу, занятость. И когда человек долгое время может не менять своё рабочее место. Вот длительно, допустим, 10 лет не меняет своё рабочее место. Ну, уважаемый вы были человек всегда, вас всегда как-то оценили, вот, и не считали никогда кем-то плохим. То есть всегда хорошо относились люди. Могли завидовать, но при этом не считали каким-то антагонистом, да, там плохим человеком, отрицательным персонажем. Нет. Наоборот, положительный персонаж, да, хороший человек, хороший друг даже или подруга. Так, будущее. Тройка мечей. Пятёрка жезлов. Ну, во-первых, вы скоро узнаете какую-то правду о чём-то. Эта правда вам совершенно не понравится. И вы поругаетесь с человеком, про которого вы узнаете эту правду. Либо вы поругаетесь с должностными лицами на работе, про которых вы узнали эту правду, да. Дальше, значит, мы видим жрицу и семёрку жезлов. Ну, вы знаете, эти карты, они показывают, что потом всё устаканится, и вы сможете защитить себя, так скажем, свою жизнь, свою честь, достоинство, работу, что угодно, семью там. Смотря в чём, вы узнаете правду. Вот. Но действительно идёт раскрытие информации. Она скрывалась от вас, да, и вам нужно это узнать, чтобы, наконец, раскрыть глаза на кого-то. Чаще всего такое неприятное и с конфликтом бывает, если кто-то в чём-то завидовал, подставил, сплетничал. Вот. О ком вы даже подумать не могли, что человек, допустим, за спиной шепчется, сплетничает. И почему в будущем вы вот становитесь именно в таких картах, да, жрица и семёрка жезлов? Это карты, показывающие всё-таки некое состояние защиты, да, хоть и спокойствия, но защиты, когда человек больше про себя скрывает информации, чем скрывал раньше от других, потому что вы не могли подумать, что против вас вашу же информацию будет использовать. Ну, допустим, сплетничать или говорить гадости на основе той информации, которую получили, когда вы поделились своими душевными какими-то переживаниями. Но также можно расстраивать что-то ещё, например, поведение наших детей, да, о котором мы раньше не знали, поведение близких. Потом, допустим, там близкие кто, там родственники, да, ты не думал, что они начнут делить с тобой твоё наследство или ещё что-нибудь в этом духе, понимаете? Вот вы как будто узнаёте или кто вас раньше подставил, хотя не знали, кто это был. Вот что-то в этом вот такое. И, конечно, вы ссоритесь, ну почему? Потому что когда ты любил человека, хорошо относился, вкладывал в него силы, а он тебе вот такое, да, и ты, конечно, ругаешься, конечно, ссоришься с ним, споришь. Ну и потом всё, говорю, спокойно, устаканилось, всё нормально, да, все теперь живы, спокойные, здоровые, довольные, но меньше распространяются о своих делах. Так, у нас перевернулась королева жезлов. Возможно, речь идёт о какой-то женщине. Вот то, что я вам сказала, да, это речь идёт о женщине. Ладно, теперь смотрим, чем дело кончится. Карта суд выпала и отшельник. Видите, чем дело кончится? Суд и отшельник. Во-первых, вы духовно выросли. То есть, дело кончается тем, что вы возрождаетесь, высшие силы вас исцеляют, возрождают, полностью реабилитируют, да, в жизни вот в чём-то. И духовный рост, развитие. Может быть, вы найдёте даже в жизни своего какого-то наставника, своего гуру, да, кто будет вам действительно давать полезные советы после того, что вы узнали. Вам действительно, мол, нужны будут советы, потому что вы были раньше в себе уверены. Вы не думали, что можете кому-то не доверять и своего окружения. И чем сердце успокоится? Паш Кубков, извиняюсь. Паш Кубков и Туз Пентакли. Прекрасные карты. Вот, кстати, не зря я говорилась про Туз. Тут же Туз выпал. Вообще, эти карты счастливые. Чем сердце успокоится? Большим счастьем. Будет какой-то волшебный жизненный сюрприз. Приятное знакомство. Рядом близкий или любимый человек. Вот какие-то прям волшебные чувства. Может быть, известие о беременности, рождении ребёнка у вас или у кого-то из близких. Туз Пентакли показывает большие деньги. В будущем процветание, богатство и большие шансы на обновление жизни. И даже, опять же, на какое-то возрождение в жизни Бог даёт вам новый шанс, новую жизнь, новый Пентакли, так скажем. И, опять же, развитие дела, бизнеса, работы, большие деньги. Как будто бы вы обретаете своё богатство, но через что? Именно через вот эти испытания, вот эти какие-то проблемы с человеком. Как говорится, выясним, кто у нас подставщик, кто у нас гнида, да, такая. Потому что жить, когда у тебя там у кого-то из близких или из сотрудников нож за пазухой, тоже неприятно, ты же не знаешь, о ком речь, да. Лучше выясни, кто такой наглый и противный, пользуется твоими ресурсами и выгони его. Всё. Вот вы так сделаете, сделайте этот шаг, как говорится, энергетического вампира, устраните из своей жизни и смотрите, сколько сразу хороших ресурсов, возрождение и всё прекрасно. Ну вот такой у нас ответ по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте этому видео лайк, если понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Видео у меня только гадание для подписчиков. И до новых встреч!